Продолжение следует... Всем здравствуйте, зрители, слушатели, чеклами наши. Всем привет. Сегодня у нас в студии... Давайте начнем с того, что 28 октября прошел конкурс «Мини-Мисс Донецк». И у нас сегодня прекрасные девушки, сейчас они про себя расскажут. Рассказывайте. Меня зовут Валерия, я главный организатор конкурса «Мини-Мисс Донецк». Вот пришла мне такая идея провести этот конкурс у нас в Донецке. Я предложила посотрудничать модельному агентству «Лотос», которые нам ставили дефиле Академии визажа и стиля «Синели», которые делали макияж нашим участницам. Ну и также было очень много спонсоров. Ну, было очень тяжело выбирать между участницами победительницу. Все были очень достойные победы, все были очень сильные участницы. Ну, выбрали мы одну. Дарину набрала самое большое количество баллов. В составе жюри была Виктория Маврикова, это директор модельного агентства «Лотос», это Ксения Синельникова, наш визажист. Это нам ставили хореографию, была постановка хореография от танцевальной студии «ДВМ». И от компании «Был Свит» также был представитель. Да, по каким качествам мы определяли? Баллы ставили за первое дефиле, за хореографию, за артистичность, за то, как девочка себя ведет на сцене. Также ставились баллы за творчество, родители делали подделки на тему осень. И за второе дефиле выставлялись баллы, и в конце они подсчитывались. Все девочки были номинированы, у нас была вице-мисс, также были там номинации мисс «Нежность», мисс «Улыбка», ну и так далее. А с чего вдруг вообще взялась такая идея? Вы до этого организовывали, чтобы было? Я организовывала детские мастер-классы для детей у нас в Донецке. Ну, захотелось что-то более масштабное. Я увидела то, что проходят кастинг на мисс ДНР, это взрослый конкурс. Ну, приняла решение организовать детский конкурс «Мини-мисс Донецк». Понятно. Ну, не знаю, что спросить, было хореографию сложно было? Сколько человек был участниц? Было 15, одна девочка заболела, осталось 14 участниц. А до какого возраста девочки? Вообще, принимали заявки мы с 6 до 9 лет, но очень просились и маленькие участницы, мы приняли решение, что будем брать и с 4 лет. Самые младшие 4? 4, да. Обалдеть. Сложно было все-таки детки маленькие ставить хореографию? Мы ставили дефиле наше агентство. Ну, ставить дефиле было несложно, так как детки все быстро схватывали на лету. Им это интересно было участвовать. У нас в постановке, ну, перед постановкой самого дефиле, мы проводили 3 репетиции. Ну, это достаточное время для подготовки к конкурсу. Вот, детки все схватили быстро на лету, им это интересно. Вот, все прирожденные модели, как будто всю жизнь этим занимались. На дефиле они ходили с большим удовольствием, чем на хореографию. Когда я заходила посмотреть, какие успехи, они, ну, как бы, а когда нас уже отпустят? А на дефиле они с большим удовольствием ходили по подиуму, сразу выравнивали спинки, улыбались. Как будто они родились там на подиуме. Ну, Дарина, да, сидит, спинка прямая, улыбается. Дарин, ну, расскажи нам, тебе страшно было участвовать? Нет. А кто тебя, мама привела или ты сама захотела? Сама я захотела. А до этого в чем-нибудь таком участвовала? Нет. Нет, первый раз, рада, что победила? Да. А что больше всего запомнилось тебе? Танец. Танец? А у танца было название? Или просто? Просто. Просто танец. Понятно. Вопрос еще от нас, что кроме Славы получили победительницы? Ну, подарки от наших спонсоров. Все остались с подарками. Это и были от Ксении Синельниковой подарки. Полный образ макияж и прическа на любое мероприятие, на любой праздник. Наш подарок. Интересно с детьми работать? Детский макияж как и мимитик. Очень. Очень интересно. Это такой колоссальный новый опыт для меня, для моих выпускников. Настолько они все необычные, все такие милые. И оценивать было, кстати, очень тяжело. Очень. Невыносимо тяжело. Ну, как бы я старалась быть очень ответственной, отнестись к этому заданию. Но в некоторых моментах просто они все такие милые, такие все хорошенькие. Ну, выбрали одну, конечно. Самую, самую-самую. Даня, ну расскажи нам, кем ты хочешь стать? Ну, такой традиционный вопрос. Я хочу стать олимпийской деменкой по шагурному катанию. Вот оно что. Ты занимаешься сигурно-катами? Да. А, уже какие-то соревнования у тебя за плечами есть? Нет. Еще нету. Давно занимаешься? Два года. Ой, два года это уже такой хороший стаж. Она такая милая, она сидит, улыбается, но просто вот все. Она растопила мое сердце. Ну, расскажи, ты в школу еще не ходишь, да? Хожу. Уже ходишь в первый класс? Да. В этом году пошла? Да. Ну, про оценки спрашивать не буду. Расскажи, чем ты еще увлекаешься? Ну, кроме конкурсов красоты и фигурного катания. Я занимаюсь бальными танцами, гимнастикой, художественной гимнастикой, бальными танцами спортивными, в шаре валяя пою. А можешь надо что-нибудь спеть немножко? Да. Прямо купить. Ну, давай. Как прыгать, как прыгать через лужи, через большой овраг, и этак, и вот этак, и вот этак, и вот этак, и вот так. Спасибо, Дарина. Я занимаюсь вот там, когда приехал бутик с одеждой, а нам негде переодевать наших девочек, потому что занята гримеркой, там, ну, как бы были такие моменты, то есть, и ты пытаешься их как-то решить, потому что вот уже через час они должны стоять готовые, а они еще бегают. Их невозможно даже собрать, они были на таких больших эмоциях, и, ну, как-то все очень так вот хорошо прошло, хотя у нас не было там генеральной репетиции, когда мы все от начала до конца отрепетировали с ведущими. Ну, девочки вот вообще так очень держали себя на сцене, и хореография. Я не приезжала на последние две репетиции, когда я увидела вот эту вот хореографию, которую мы поставили, тоже не ожидала, что они так покажут, выложатся, так как, ну, это все было не так хорошо на репетиции. Ну, я очень довольна очень всем мероприятием. В конце были аниматоры, очень были замечательные ведущие, это Елена Балалайкина и Антон Молодецкий, очень крутые, написала им замечательные отзывы, потому что, ну, они, ну, вот именно создали вот эту вот комфортную атмосферу, как-то вот они сумели вот это вот всех так сдружить и сплотить. Также у нас был конкурс для наших мам, компания Балсвит подарила две бутылки шампанским нашим мамам, родители тоже продефилировали, попробовали себя в качестве модели. Снять стресс, да? Да, да, да. Ты больше переживала девочки или мама? Ну, я думаю, мамы очень переживали, ну, было видно, что, ну, были, да, переживания. Каждая мама за свою девочку переживала и на репетициях, и после каждой репетиции подходили мамы и спрашивали, ну, как там она? Да, ну, они, правда, очень тяжело было, они все были очень сильные, и вот возле меня сидел представитель компании Балсвит, он говорит, а как их оценивать? Вот я не могу, и я, когда взяла и посчитывал баллы, он просто всем ставил 10, потому что он говорит, я их не могу по-другому оценивать. Очень запомнился момент, когда мы награждали уже, и мне кажется, Дарина сначала не поняла то, что она победила. Она так с таким, вроде и с улыбкой, но я думаю, она сначала не поняла, что она победила. Ну, были девочки, которые расстроились, но в конце были аниматоры, торт, угощение, сладкий стол, и так вот разрядила эту обстановку. И хореография тоже была очень интересна, заказывали такие футболки, на футболках была корона, и в короне был вот, ну, у каждой девочки ее номер, и тоже это запомнилось. И у них это как память осталось с этими футболочками. Дарина, друзей завела на конкурсы по другу? Или так, все серьезно, по модельному? Завела. Хорошо, завела. Отлично. В планах что? Что-то еще подобное? Потому что, ну, это замечательно, вся эта обстановка должна наполняться какими-то такими вот маленькими праздничными моментами, что бы там ни говорили по этому поводу. Что в планах? Ну, следующее в планах это организовать Kids Party, детскую вечеринку. Вот пока вот только начала я заниматься организацией, так что следите за афишами. Да, я дам ссылочку, потом на паблик, на все. То есть цель работать с детишками? Ну, да, организовывать для них мероприятия. Мне больше нравится работать с детишками, более открытые, честные, очень приятно с ними работать. Это позитив. Мороший вопрос в чате. Не поняла. Вопрос про организаторы и спонсоры. Что создаются? Главная цель проведения конкурса? Ну, создать праздник. Вот. Создать праздник для детей, для родителей. И многие родители говорили, что и получился праздник, что вот все забыли про свои проблемы. Вот прям вот отключились в этот день. Так как у нас выступали еще и дети, вокалисты и профессиональные танцоры, которые тоже вот разрядили эту всю обстановку. Ну, и вот создать такой праздник в Донецке, так как не хватает немножко такого. Не хватает. Собирается ли дальше заниматься? Да, вот нет ли такой идеи проводить эти конкурсы для чего-то? Сотрудничать, может быть, с агентствами какими-то? Ну, я думаю, что модельное агентство Лотос, возможно, сделали отметки, отметили каких-то девочек и, возможно, предложили им пройти обучение у них в модельном агентстве. Я знаю, что нам наряды предоставлял бутик Планета Инфант, и они, родители, говорили, что подходили к мамам и предлагали поучаствовать в фотосессии или в показе от их бутика. То есть они обменялись контактами. То есть девочки заинтересовались. Трудоустроены, да? Ну, давайте немножко у помощников, у организаторов про свое агентство. Расскажите нам немножко. Наше детское агентство Лотос Китс, мы занимаемся, наша школа специализируется на улучшении качества деток. Мы раскрепощаем деток, улучшаем речь, даже не знаю, как правильно сказать, развиваем их воображение, приглашаем к нам на обучение. Мы формируем несколько групп для участия в нашем модельном агентстве. Это детки от 3 до 7 лет и с 7 до 13. Так как в Донецке очень мало школ для развития деток именно с возраста от 3 до 7 лет, наша школа конкретно предлагает обучение для деток. Также мы предлагаем, помимо тех предметов, которые заявлены у нас в обучении, мы предлагаем участие в показах, участие в фотосъемках, какие-то международные поездки. Если нам предлагают другие агентства, либо сами показы, которые проходят в Москве, в Петербурге, мы отправляем все, кто хочет участвовать, отправляем заявки и, соответственно, едем, представляем наше агентство. Наши девочки уже не раз побеждали на таких мероприятиях. Все проходит в очень интересной форме для детей в обучении. Детям интересно. Вот они приходят к нам, вот даже родители, если говорят отзывы, вот туда мы не хотели ходить, там она не хотела, сюда нет. А сюда мы сейчас, говорит, приходим даже как наказание. Вот будешь себя плохо вести, в лотус не пойдешь. Все сразу, все сразу делает. Они знают, что они придут на хореографию, будет интересно. Она проходит с элементами ВОК, что дефиле у них пройдет такой в интересной форме. Актерское мастерство, они все вместе, каждый сам себя выходит, показывает. Ну, то есть все организовано именно на раскрытие детской личности, чтобы ребенок мог сам себя представлять. Учился я конкретным вот этим моментам постановки личности. Это важно. Я просто по себе знаю, что я в детстве такая несколько замкнутая. Это влияет, когда ты уже потом взрослеешь, понимаешь, что тебе все-таки надо общаться с людьми. Вот не получится просидеть в своей комнате всю жизнь. Это достаточно уже в взрослом возрасте тяжело. Вот, ну, сейчас не скажешь. У вас преподаватели, да? То есть... Преподаватели по каждому предмету. У нас шесть предметов. Хореография? Ну, давайте перечислить. Хореография, дефиле, актерское мастерство, фотопозирование, вокал и... Что еще? И психолог. Вот. Психолог это очень важно. Она, психолог особенно, она наибольшее количество времени проводит именно с младшими детками. Вот. Все тоже проходит в форме обучения. Ну, там, мультики какие-то тоже, постановки. Дети с друг с другом общаются. Ну, в общем, она вносит в обучение такие моменты, как, например, я хочу так делать. Ну, я даже не знаю, как это объяснить правильно. Ну, понятно. Понятно. В целом понятно, да. То есть с каждым ребенком преподаватели стараются работать лично. Так как в группе шесть-семь деток занимаются. Вот. И час урока достаточно для того, чтобы обратить внимание на каждого ребенка при обучении. Дарина, помаши в чате. Да, помаши. Можете помахать в чате. Прям вот так, вот так. Что еще хотела спросить. А вы до войны тоже работали, да? Наше агентство, именно Lotus Model Agency, мы открылись год назад. 26-27 числа. У нас был год. Мы провели его на Ромаде. У нас было очень красивое мероприятие. Можно посмотреть в наших группах ВКонтакте, как мы провели этот праздник. Он был в виде показа дефиле. Также у нас выступал Евгений Савин. У нас был ведущий. У нас кинозавод снимал. Ну, в общем, очень было интересно. Всем понравилось. Обязательная программа была в конце торт. Дети были в восторге от торта. Вот. А детскому Lotus будет в декабре годик. Мы развивающиеся модельное агентство. И хотим с каждым годом улучшать себя. Вот такие дела, друзья мои. В Донецке год. Это уже много времени спустя. После начала все эти ужасные события. Открываются детские модельные агентства. Я так понимаю, что это даже не сколько модельное агентство, сколько вот так. А школа развития, да. Это очень здорово и очень интересно. Потому что, ну, дети тоже все это видят. Все это, конечно, понимают. На них все это тоже сказывается. Ну, вот вы теперь расскажите нам о своей работе. Я представляю Академию макияжа и стиля. Мы существуем уже около двух лет. Мои выпускники готовили наших моделей. Делали макияжи для наших маленьких моделей. Вместе мы... Как бы это сказать? В общем, на многих мероприятиях мы участвуем и подготавливаем наши красавицы Донецка. То есть и макияжи, и прически. Мои выпускники многие работают не только в Донецке, а и в Донецкой области, и даже за пределами ДНМ. Ну да, можно говорить, да, Донецкая область. Очень горжусь теми. Что, мне еще добавить можно? Макияжи были очень красивыми. Вы правы, так говорите, ученики. То есть у вас вот тоже процесс обучения. Ну, у вас уже не дети, а у вас. Взрослые, да. Для детей, конечно, это немножко другое. Это детские макияжи, это только праздничные макияжи, да. Скажем так, на выход, на мероприятия, на конкурс. Я бы не говорила, что на каждый день детям нужно правильно, то есть ни в коем случае краситься. А вот именно для взрослых, да. Наша школа открыта. У нас есть курс для себя, курс профессионального визажа, курс по прическам и курс для бровистов. Ну, здорово. Дарина, спрашиваю, тяжело быть с принцессой? Нет. Нет? А как твои друзья? Не знают, что ты победила в конкурсе красоты? Знают. Завидуют, наверное. Девчонки, нет, не завидуют. Поздравляем тебя. Да. Ну, здорово. Ну, что, девочки, давайте традиционно у нас пожелания. В конце эфира наше, ну, может быть, обращение нашим зрителям, слушателям. Ну, хочу сказать, что ждите следующих мероприятий, принимайте в них участие. Так это очень интересно. Приводите своих детей на мероприятия. Приходите в модельное агентство «Лотос». У нас была девочка, которая выиграла, ну, вот, вице-мисс, которая наша, она после первого дефиле, она занимается балетом, и после первого дефиле она подошла к маме и говорит, «Мам, позвони, скажи, что я на балет больше ходить не буду, и я буду вот здесь вот заниматься». Также приходите к нашей Ксении на макияж, на прически, сделает вас еще красивее, привлекательней. Ну, и все. Ну, а что Данина скажет нашим зрителям? Я думаю, она пожелает, чтобы все были дружными, побеждали, да, всегда? Да, и чтобы никто не болел. Чтобы никто не болел. Отличное пожелание, я считаю. Самое главное. Спасибо вам, вы принесли красоту в нашу студию, в Донецк, вот, везде, я думаю, где вы появляетесь, с таким прекрасным составом, несете красоту и вот улыбки. Я вот сижу весь эфир, улыбаюсь. Спасибо большое, что пришли. Организовывайте, приходите, мы будем с вами сотрудничать. Спасибо. С красивыми все замечательные. Спасибо. Спасибо вам. Вам тоже спасибо. Спасибо.